Всем привет, с вами Приа. Маунт фарм это расслабляющий процесс. Можно реально кайфануть в момент получения новых маунтов. Но какие-то маунты достаются тяжко, какие-то проще, какие-то гарантированно, какие-то заочивочки. Много маунтов в игре и много способов их добычи. В Shadowlands, само собой, тоже будет море-море много новых маунтов. То есть, если так листануть, то можно их даже рассмотреть в текущий момент. Их добавлено очень и очень много. Видосики есть некоторые, например, на ютубчике. Можете глянуть как вариант. И некоторые модельки, как бы то грустно ни звучало, повторяются. То есть, новое дополнение, но старые маунты по модельке. Новые локации, но в итоге похожие модели маунтов. Вот именно сегодня мы об этом и поговорим. Сегодня топ-5 худших маунтов в дополнении Shadowlands. Поехали. Пятое место занимает благородный кошмарный конь. Покупается у госпожи Михаэлы в зоне Ревендред. Нам нужно прокачать превознесение с двором жнецов, а также отдать 30 тысяч золота. Что в итоге мы получаем? Мы получаем коня с гривой. То есть, у нас очень много коней в игре. Просто до кучи. Особенно у Альянса. Получить ордынцу этот маунт, может быть, будет неплохо. Но для Альянса это уж точно не тот маунт, которого хочется лутануть за такую сумму. Все-таки 30 тысяч для кого-то будет ударом по карману. Кто только, например, начнет играть в эту игру. Ну а любого другого коня можно просто-напросто купить в Штормграде за голдишку или за 10 голдишки. Четвертое место занимает древесный мешкарод из зоны Андервельд. Источник Великан. Это жаба с древесной маской. Мы видели уже жабок в дополнении Battle for Azeroth. Они покупались в Назмире. И тут нам дают тоже жаб. Окей, хорошо. Возможно, можно будет полутать дешевле этого мешкарота. Но зачем, если есть аналогичные жабы? И к тому же моделька-то схожа. Топ-3, скажем так, золотую середину, занимает свирепый боевой паук. Он интересный, но он не эстетичный. И он повторяет модель того маунта, который уже был в этой игре, в Легионе. Да, он покупается хоть и за 2 ляма, но он выглядит красивее. Тут налепили железо на лапке к пауку. И это выглядит не особо красиво. Вроде бы прикольно, но чего-то не хватает. Поэтому просто-напросто топ-3. Топ-2. Различные единороги. Например, мерцающий туманный бегун. Например, неустрашимый темный бегун. Такие маунты уже есть в игре. Например, осознанный кошмар. Осознанный кошмар это замечательный маунт. С целью того, чтобы его получить, нужно реально голову просто сломать. Нужно приложить все мозговые усилия для того, чтобы пройти этот лабиринт секретный. Но в дополнение Shadowlands вводят дополнительных вот этих вот единорогов. Ну а как их еще назвать? Ну окей, бегунные. То есть модельки такие в игре уже есть. И что мы в итоге получаем? Просто-напросто пополнение коллекции. Ну и просто это будут, наверное, уникальные маунты для тех людей, кто, например, не делал такого секретного маунта, как осознанный кошмар. Если вы внимательно глянули на превьюшку к этому видосику, то вы уже знаете, какой маунт стоит в топ-1 худших маунтов. И если с остальными маунтами вы еще можете немножечко поспорить со мной, то тут заслуженная топ-1. Это червь, змей, которых мы и так видели в большом количестве в обновлении 8.3. Их реально было очень много в обновлении 8.3. И тут нам дают еще одного. Пожалуйста, держите. Пока что в игре его нет. Я глянул абсолютно весь атлас по маунтам и не нашел его. Но если верить WoWhead, а именно ПТР-версии сайта WoWhead, то написано, что маунт будет дропаться с подземелья Чумные каскады в луте. Также пока что его нету. Ну, скорее всего, при выходе Shadowlands уже на релизе все это дело будет показано. Говорится, знаете, поживем, увидим. С кого-то, наверное, рарника будет дропаться. Может, с ласта посмотрим. Посмотрим. Все это дело будет видно. И все это еще зарелизят. Как-то так. Топ-5 худших маунтов готов. В скором времени будет топ-5 лучших маунтов. И вот там, я думаю, вы реально кайфанете в тот момент, когда увидите этих красивых и замечательных маунтов. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.